Мы отправляемся в приграничный Китай в город Хунчунь. Два часа ночи нас от дома забрал микроавтобус, который предоставила туристическая фирма Берку, который доставил нас до города Артема, где мы сядем в большой автобус, который и довезет нас до города Хунчунь. В этот раз для въезда в Китай мы воспользовались услугами туристического агентства находка Беркут, которая оформила на границе нам визу для въезда в Китай. Музыка 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 Вот так вот китайцы встречают автобусы с нашими туристами, с кучей буклетов рекламных. Каждый норовит дать для рекламы что-то свое. Рекламу своего заведения. Меня зовут Сережа. Это у нас ресторан. Перменная овоща риса. Очень вкусно. В премьерске боброй. Сразу сколько буклетов надавали. Уже встречают туристов и дают буклеты. Но это всегда было, есть и будет. Ну что, друзья, мы в приграничном Китае. Мы в городе Хунчунь. И в наших следующих роликах мы будем рассказывать именно о нем. Только, внимание, мы будем рассказывать не о туристическом Хунчуне, а о Хунчуне глазами экспата, глазами обывателя, человека, который живет в этом городе. Друзья, а вот ключ от нашей квартиры, которая находится вон в том доме. Вот, посмотрите. Дом, высотка с красными буквами на крыше. Вот последний 17 этаж. Там у нас квартира. Сейчас мы домой не попадем, потому что вот этот ключик, вот этот магнитный, его нужно каждый год обновлять. Как-то там намагничивать, промагничивать. Ну, короче, сейчас мы пойдем к нашему другу китайцу, который нам и приглядывал за нашей квартирой. И у него возьмем уже промагниченный ключик и попадем домой. Друзья, без вот этого ключика магнитного мы не попадем ни в лифт, ни на территорию этого комплекса, где мы живем. Может, сначала покушать? Начнем мы сначала с перекуса. Даже не с перекуса, а с хорошего обеда. Подожди, кто-то побежал? Я не успеваю за тобой. Ну, я же тороплюсь в пути. Здрасте. Здрасте. О, приграничный Китай. Многие говорят по-русски. Вон там, кстати, наш любимый рынок, мини-рынок. Тут самое дешевое, по-моему, в Хунчуне. Овощи и фрукты. И тут вот любят деды собираться. А, вот почему тут деды тусуются. Они, короче, возле аптеки тусуются. Какая-то у них игра, как манжонг, что ли называется, китайская. Они постоянно играют. Ну, и картишки, бывает, тоже перекидываются. Ну, короче, тут тусняк дедов. Здесь тоже вкусные есть лавки. Бяудзи продают, вкусные. Еще там приколы всякие. Мы вам обязательно все покажем. Мы потом возьмем мопед, будем на мопеде кататься, заходить в лавки, пробовать разные приколы. И, конечно же, вам все покажем. Ребята, я дошел до Фудзи. До той харчевни, в которую я хотел... Привет! В которую я хотел прийти. И получается, друзья, а вот рядышком, рядышком за углом как раз и наш дом. Специально покупали дом там, где эта харчевня, чтобы далеко не ходить, чтобы под боком была. Друзья, пока там готовят, идут, я начинаю с салатиком. Салатик какой-то, вот это перец, что ли, горький. И печень. Ну, мы, собственно говоря, мы его знаем. Мы всегда его заказываем. Ну, раньше он был не такой горький. А, кстати, а может, я уже от выход китайской пищи. Я его сюда заказывал. Он мне нравится. Тонко порезанная печеночка, ломтиками, лук и морковочка. Ух, ух, волючка. Сейчас, друзья, вот он сделаем. Что-то скорого. Да, отвыкли, конечно, от китайской еды горькой. Ой, ну, оторваться не могу. Хоть и горько. Ну, что, за два дня привыкну. Смотрите, друзья, какой принесли нам салат. Размеры. Размер, да, вот этой чашки. Я не знаю. Мы ее, наверное, вдвоем даже не съедим. Не съедим. Это что такое? Ты отвык от китайских порций? Отвык. Хорошо, мы не пожадничали. Мало заказали. Ну, даже и это мало. Сейчас я не знаю, как мы будем съедать. Тазик с салатом, который нам однозначно не съесть за один присест. Ну, пробуй. Кисло-сладкий. Вкус тот же остался неизменный. Осторожный. Это не наша, да? Или наша? Наша. О-о-о. Хау. Хау-хау. Сесе? Сесе. Да. А что не съем, то он откушает. Ха-ха-ха. Габаджо. Вот такая вот тарелочка с мясом в кисло-сладком соусе и в кляре. Пробуй. Запах вкусным печеным тестом. Оно же мясо в тесте. Пробуй. Тисненькое. Сладенькое. И сладенькое. И тисненькое. И еще даже какой-то вкус. Пока не могу распробовать, но очень вкусно. Поверьте, друзья, это очень вкусно. Можно язык съесть. А вот нам еще куничка принесла пельмешки. Пельмени у нас сегодня со свининой и с говядиной. Вареные. Китайские пельмени – это китайские пельмени. Комментарии здесь излишни. Это нужно только есть. Ой, не могу доесть. Не лезет все. Полный. Ну, сейчас пою. Ребята, смотрите. Даже не осилили мы это. Все, уже не лезет. Все, сейчас живот нет. А по сути половина того съели, половина того. Ну, пельмени осилили, салатик. Все, представляете, на двоих вот эти два блюда. Три блюда, да? За глаза укусили. Очень, очень вкусно. Хочется, конечно, есть, есть, но уже не лезет. Если сейчас еще что-нибудь засунуть туда, то пойдет обратно. Поэтому я не буду это делать. Друзья, вот такая она китайская кухня. Будете есть, пока не лопнется. И оторваться невозможно. Все очень вкусно. И большие, большие порции. Большие, конечно. Вкусно. Респект китайцам. Молодцы. Готовить они умеют. Если вам нужно вкусно покушать, то это в Китае. Респект китайцам. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Здравствуйте! Здравствуйте! А в следующий раз мы сюда придем вечером, когда уже будет темно, с нашими друзьями-китайцами и посмотрим, как красиво светятся эти люстры. Это люстры какие-то деревянные, китайские, самодельные. Кто-то вот вручную их вырезал. Будем смотреть эту красоту вечернюю. Друзья, теперь, я надеюсь, вы понимаете нас, почему мы раньше, время от времени, когда это было возможно, до ковида, выбирались с Филиппин в Китай. Да, вкусно покушать, но и, конечно же, погулять, потому что гулять по Китаю тоже очень здорово. И вы все увидите сами. Оставайтесь на нашем канале. Доставка. Да, друзья, сейчас время обеденное. Еще один поехал. В общем, друзья, время обеденное. И пельмени, и другие разные всякие блюда разлетаются по хунчуню. Все хотят кушать. Че, один помчался. А мы поедем на вот этом шикарном мотоцикле. А кто же приехал на этом шикарном мотоцикле? Кто-кто? Ну, конечно же, я. Ну, конечно же, Костя шутит. Мы-то приехали в Китай на автобусе. Это почта зеленая. Главная почта хунчуня. У них почему-то зеленые почты. Если в России синий, то в Китае зеленый. Друзья, а сейчас мы придем к другу, которого не видели 4 года. Сколько лет, Жень, мы не видим. А ты рекорд. Да, уже 4-5 года, да. Да, представляешь? А ты все такой же молодой. Да, молодой. Еще моложе стал. Да. Жирненький. Жирненький. Да, до дому, до хата. Все, теперь до дома. Да, отдыхать будем. Отдыхать будем, да. Пока-пока. Пока-пока. Увидимся завтра. Завтра. Пока-пока. На связи. Давайте, до завтра. Пока-пока. Дождь. 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 Ага. Да. Ловим такси, чтобы доехать до дому. Такси здесь стоит, ну, 5 юаней, сказали, как стоило, так и стоит. Сейчас посмотрим. Скажешь, куда надо? Да, да. Михаил. Михаил. Тин-тинь годи. Тин-тинь. Тин-тинь. Тин-тинь годи. Тин-тинь годи. А такси-то какие шикарные у них стали. Электрические. Много места. Конечно, салон деревянненький, но зато просторный. Подожжай. Давно не были мы там. Как там? Уже мандраж прям какой-то на душе. Окей. Окей. Пять юаней? Ага. Сейся. Сайте. Добрались. О, вот он он. Вот он наш дом. Все, добрались. Такси стоит 5 юаней. В принципе, как стоило, так и стоит. Почему здесь за столько лет ничего не поменялось? Ну ладно. Так. А Женя сказал, что у нас дома много пыли. Говорит. Там все покрылось пылью. Друзья, пойдемте глянем мой мопед. Стоит там еще или не стоит? Я его оставлял много лет назад. Вообще тут две парковки. Одна парковка с этой стороны, другая парковка с внутри. Но мне как бы удобнее с подъезда вот эта ближе. Я ставил здесь. Ну ладно, пойдем, пойдем посмотрим. Интересно. Что-то, Настя, все открыто. А, тут рабочие работают. Ну давайте, друзья, посмотрим. Вот такие вот парковки в комплексе в нашем, где мы живем. Две. Михаил. Стоит? Да, да. Давай покажи. Стоит. Ну его, конечно, уже в кучу скинули. Че, столько лет без дела. Вот он мой мопедик. Вот он он. Вот его в кучу забросили. Вот он он. Просто вот в кучу кинули, потому что, видишь, много лет никто не пользуется. В кучу скинули. И вот в кучу он валяется. Да я потом его достану с этой кучи. Никто ни колеса не снял, ни с мопеда ничего не снял. Он целенький, просто валяется в пыли. Четыре с половиной года и никто не тронул. Только вот убрали и все в кучу. Вот это как? Вот все не по-нашему. А вот тут, смотри, для электромотоциклов, да? Зарядки, счетчики, наверное. Да, да, да. Вот это вот счетчики. Как-то включают. А, вот один включен мопед. Вот, посмотрите. Вот. Как-то включили. Включили. И вот провод идет в мопед. И мопед заряжает. Человек дома, мопед заряжается. А потом, видать, счет приходит. Ну, да, видать, как-то ему приходит счет. Так, чтобы, допустим, в Китае на шару зарядить. Да, или ты зарядил, а сосед заплатил. Так, в принципе, не бывает. Все по-честному. Если вот он взял, он и заплатит. Но так как я никогда электромопед не заряжал здесь дома от розеток, я не знаю точно, как оно работает. Но я спрошу у китайцев. Они мне объяснят, и я вам расскажу. Ну, все, друзья, мопед я проверил. Чуть-чуть на душе спокойнее стало. Ну, конечно, мопед, доброго слова, не стоит. Но все равно, меня это просто удивляет. Никто ничего не тронет. Чужое есть чужое. И никто это не тронет. Вот, вот. Ну, хватит болтать. Пошли домой. А вот теперь домой. А что дома? Дома пыль. И если там свет и вода, а может быть отключили? Хотя Женя сказал, что вроде как есть. Вдруг Женя сказал, что платил. Вот эти все наши долги он оплатил за нас. А вот это что за ящички такие? Я когда уезжал, их не было. Не знаю. Это вот, смотри, кодовые замки. Спросим потом. Я не знаю, что это. Что-то такой, конечно, подъезд покрасить уже надо. Грязненький стал немножко. Ну, мы-то жили, считай, в новостройке. И нас не было сколько лет. Все подвертшалось, наверное. Ну, да. Это же вот только-только ее построили. Вы купили новостройку. Мы еще на стадии строительства покупали. Этаж нажимаем. Ключ приложить надо. Ух ты, я и забыл уже. Вот, друзья. Вот, о чем я и говорил, что без вот этого ключика, да, никуда ты не попадешь и домой не попадешь. И в лифте не покатаешься, если кто-то тут чужой зайдет. Так что никто к вам не приедет, если вы его не оплотите. Вот, вызов. Семнадцатый, все, доехали. Ну что? Включай себя топой. О-о-о. Сколько всего мы должны, видать. А сколько у нас долгов? А сколько долгов у нас? А сколько у нас долгов? Вот это что тут за коробка? Это не наша в случае? Тяжелая? Не, не наша. Ну чё? Чё тут? Очень грязно. Ой-ой-ой, ой, посмотри на столе какой. О, пыль какая. Всё запылило. Стол. Открывай окна. Тоже всё в крошках, всё равно пыль. О, какой слой пыли. Нифига себе. Смотри, что творится. Опа. Да, четыре с половиной года копилось. Всё-таки сдулись. Сдулись. Всё сдулись. Сами будем мыть или вызовем коню, пусть моет. Маты выключены. Оп. Ой. Всё, телевизор загудел, музыка загудела. О, свет есть. Свет есть. А вода? А вода? А вода. А вода. И вода есть, и свет есть. Или титан работает. Титан работает. Я думал, за столько лет он потекёт, а он сухой. Титан сухой, ничего не текёт. Столько лет всё стояло пустое, ничего не проживело, не сгнило. Друзья, ну вы не пугайтесь, мы здесь как бы только начали жить, ещё делали ремонт, ещё кое-где даже не закончен этот ремонт. Так, немножко жилое состояние привели, жили, а ремонт чуть-чуть не доделали. В Китае с ремонтом проблем вообще никаких нет. Стройматериалов полно, всё стоит дёшево. Рабочие силы тоже. Только выбирай, кого тебе позвать на работу. Очередь стоит. Так что за ремонт я вообще не переживаю. Позвонил и тебе примчались, всё махом сделали. Махом. И готов. Были б только деньги.